Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами на медицинскую и даже, может быть, околомедицинскую тему. У нас в студии вновь Александр Юрьевич Игумнов, заведующий врачебно-физкультурным диспансером, врач по спортивной медицине и врач-отоларинголог. И мы говорили уже на тему спортивной, скажем так, медицины, узнавали, что это такое. Но сегодня мы хотим этот аспект, все ваши многочисленные профессиональные возможности перенести, скажем так, на вот этот летний период, который у нас особенный, который уже начался, и летом люди немножко расслабляются, с одной стороны. Некоторые, кстати, пытаются поправить свое здоровье, но таких, мне кажется, меньше. В основном его портят, всякие поездки и так далее, и тому подобное. И важно же как. Мы рассматриваем этот период как отдых, да, отпуск люди берут для того, чтобы потом на работу выйти здоровыми. Отдохнувшись. И сейчас очень модная тема диспансеризации, каких-то профосмотров. Кстати, летом, опять же, многие будут устраиваться на работу, от них будут требовать тоже какие-то данные и так далее. Дети будут устраиваться в первый класс, в школу, в сайдик пойдет, как раз нужно проводить медосмотры. Ну, давайте мы поговорим, а какие бывают медосмотры, вот что летом, в общем-то, можно сделать, в чем польза вот этих возможностей сейчас? Ну, летом польза в плане того, что нет заболеваний у нас, как раз сокращаются, и поэтому врачи высвобождаются, и в этом случае, получается, можно проводить медицинские осмотры для детей, которые планируют поступать в детские сады, в первый класс, в школу, соответственно, проводятся текущие периодические медицинские осмотры. Там в набор входят все специалисты у нас, врач-отоларинголог, хирург, травматолог, невролог, офтальмолог, плюс, соответственно, там смотрят врач-педиатр, привит-не привит ребенок, получается, чтобы, возможно, были какие-то медотводы зимой, весной по поводу заболевания ребенка, чтобы эти прививки, соответственно, ему сделать, согласно его возрасту. Поэтому летний период очень полезен именно в том плане, что родители могут беспрепятственно записаться к врачам и пройти медицинский этот осмотр. Не торопясь. Не торопясь. Пройти этот медицинский осмотр. А что входит в этот осмотр? Какие специалисты? Ну, еще раз повторюсь, получается, которые это травматолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, невролог, соответственно, плюс еще прививки проверяет врач-педиатр. Календарь. Согласно календарю, получается, и, возможно, были какие-то медотводы зимой, которые... А, которые можно сделать сейчас. Да, которые, получается, перед садиком или школой, получается, сделать все эти прививки, пройти, как говорится, диспансеризацию и подготовить карточку для поступления в школу либо в садик. А сейчас отличаются карточки для поступления в садик и для поступления в школу? Или примерно одинаковые? Нет, карточка одна и та же у них идет, потому что вот они, если в садик поступили, в садике эта карточка ведет, а, соответственно, детишки в садике также проходят медицинские осмотры. Мы, соответственно, стараемся также с поликлиник направлять специалистов для осмотра детей непосредственно по месту их пребывания. То есть мы направляем их в садик. В садике они осматривают просто в этот момент, когда была диспансерация в садике, некоторые из детей могли болеть и не посещать детский сад. Это все-таки правильно провести медицинские осмотры здоровых. То есть сам факт проведения медицинского осмотра, это идет выявление каких-либо заболеваний хронических на более ранней стадии, чтобы возможно было ими позаниматься, либо же дообследовать ребенка, получается, и устранить данный, как говорится, дефект, либо заболевание, либо же поставить его на диспансерный учет, о чем родителям сказать, что вы будете наблюдаться теперь у этого специалиста ежегодно до какого-то определенного возраста. То есть неприятная новость будет, но которую можно оккупировать правильным направлением дальнейшей деятельности. Но чем раньше мы выявляем, как в прошлый раз мы говорили, тем легче это все устранить. Если будет просто запущенная диспансеризация, вернее, запущенный случай, то это больше, как говорится, и средств нужно, и время для его устранения. Очень много было случаев, когда даже у детей выявляли опухоли, потому что ранее не проводилось, допустим, там УЗИ брюшной полости, да, при диспансеризации, когда делали, да, выявили опухоль брюшной полости. Слава богу, это была добро-качественная опухоль, она была удалена, и тем самым, получается, ребенок дальше жил. А так она могла, возможно, со временем просто переродиться в другое, и были бы больше проблемы. Ну вот тут я сразу хочу, потому что люди же делятся, по-моему, мы с вами даже это обсуждали, ну или, по крайней мере, с врачами точно, на две части. Это те, кто вообще не обращает внимания, пока что называется рак несвистен, да, а вторая часть – это, которая чуть-чуть что-то, и еще к этой части такой мнительные люди, да, которые в интернете что-то прочитали, и вот у них начинают находить у себя весь этот букет. Ну ладно у себя. Они начинают переживать, им кажется, что ребенок, значит, часто болеет, если мы сейчас про детей говорим, да, ребенок часто болеет, у ребенка какие-то проблемы, вот нужно его сводить, и начинает бедного этого ребенка, извините, тягать по врачам, и у него на самом деле ничего нет. Вот. Лучше перебдеть? Ну, с этим вопросом, получается, работая в поликлинике, врачом-мотоларингологом, и приемки, да, сталкиваюсь, можно сказать, регулярно с такими, как говорится, родителями, которые чаще всего вводят детей по всем специалистам и боятся что-то упустить. Конечно, с одной стороны, это очень хорошо, что родители все-таки переживают за своих детей, но иногда бывает и такой момент, что дети начинают быть залечены. Поэтому в этом случае врачи выступают как психологами, общаясь с родителями, говоря о том, что, ну, в детстве ребенок все-таки должен какими-то заболеваниями переболеть, чтобы сформировать свою иммунную систему. Потому что когда ребенок рождается, он рождается у нас стерильный, то есть у него нет еще такого блока ответа иммунного, как со временем. И наблюдая за детьми какое-то уже продолжительное время, такие случаи попадали, что ребенок не посещал детский сад, он рос, скажем так, более изолированно, соответственно, с бабушками, с дедушками где-то. И при поступлении в первый класс в школу, когда он идет, он начинает часто болеть. Ну, потому что не привык организм, да. Да, организм не привык, не сформировал вот этот иммунный ответ, получается. Поэтому когда меня родители иногда спрашивают, что хорошо, вводить ребенка в садик, либо не вводить ребенка в садик, потому что если я ввожу в садик, он ребенок часто болеет. Мы сходили на три дня, две недели дома, то есть три дня и две недели дома. И это постоянно. То есть из года в садике, говорит, максимум мы побывали там 2-3 месяца. Остальное время мы постоянно с детьми находились на больничном, дома, там бабушки помогали в этом случае. Я говорю, ну, лучше, возможно, все-таки в детском садике, как говорится, поболеть и заработать, потому что, когда ребенок идет учиться, он будет все-таки пропускать какие-то определенные уроки и нагонять своих сверстников будет уже сложнее. Понятно. Ну, а вот если мы говорим о взрослых, ну, понятно, что детский садик, большинство родителей, да, переживают за своих детей и как-то чаще все-таки пытаются посещать врачей, ну, или вынужденно, либо вот думают о каких-то профосмотрах. А если мы берем старших школьников или ребят, которые заканчивают учиться, ну, вот такой, да, переход уже от юноши во взрослую жизнь или от девушки во взрослую жизнь, вот там нужно проходить профосмотр или можно уже чуть-чуть подождать, когда уже совсем сформируется, там лет в 20 приходить? Нет, там, согласно, у нас есть же в реках, 1514 Н, по которым, получается, расписано по годам, по месяцам, ну, новорождение, получается, до года по месяцам расписано, дальше уже идет по возрастной группе проходение медицинских осмотров. Соответственно, если вот уже организованы даже то, что вы говорите про детей старшего возраста, там, юношей, которые выпускаются, там, 9-е, 10-е, 11-е классы, то мы, опять-таки, формируется группа из врачей, которые посещают уже эти учебные заведения и проводят медицинские осмотры этих детей. Соответственно, при поступлении уже, да, в училище куда-нибудь, ПТУ, либо же колледжи, у них должна быть справка 086-У о том, что он проходит день диспансеризации. Если он, соответственно, не прошел в этот момент, получается, в школе, мы ее не оформили, педиатр, эту справку, то тогда он уже идет с листком по поликлиникам и записывается отдельно ко всем специалистам, потому что педиатр не оформляет ему эту справку без осмотра специалистов. Ну, то есть нельзя просто так вот прийти и сказать, я хочу учиться, то есть справка должна быть. Они требуют. Понятно. Ну, а они могут ее купить сейчас? Ну, работая даже в диспансере, получается, у меня многие родители, которые приходят и говорят, «А что это у такого в этом медицинском осмотре? Там же ничего такого». Я говорю, ну, знаете, для меня, получается, даже из тысячи детей, которых я посмотрю, сохранена одна жизнь, она говорит, чего-то стоит. Значит, я не зря кушу свой хлеб. И слава богу, что это не с вашим ребенком случается. Так же и здесь, получается. Да, вы ее можете, возможно, там, я туда не хочу залезать. Не, ну, вы знаете, как справки с бассейном бывают. Да, есть такое, как говорится, там покупают. Но все-таки я бы рекомендовал, получается, проходить эти медицинские осмотры. Что касается младших, как говорится, наших сверстников, детей, что, соответственно, юношей, девушек и более уже старшего возраста, все-таки посещать врачей, получается, и прохождение медицинских осмотров. Потому что, опять повторимся, выявление на ранних стадиях каких-либо заболеваний, их легче просто устранить. А еще о студентах поговорим. Они же тоже те, которые поступают в высшие учебные заведения. Они также, получается, 10-11 классы, получается, они у нас все охвачены. Так, а когда они должны проходить? Я вот просто сразу же, да, сейчас вот у нас отгремят выпускные, да, и чего, справку уже они оформили, или еще можно ее оформить? Потому что если они будут поступать. Мы уже все школы, люберецкие, получается, уже охватили, уже их осмотрели в момент, когда они учились. Максимум, что те, как говорится, ученики, не попавшие на медицинский осмотр, которые в этот момент болели или по какой-то причине не присутствовали, то тогда они должны посещать, получается, уже поликлинику самостоятельно в этом случае. А когда они приходят в институт? У них также требуют данную справку. Я имею в виду, потом эти профессиональные осмотры уже в институте делаются, уже другими медицинскими организациями, теми, которые имеют отношение к этому институту, там, студенческая поликлиника или что-нибудь такое. Какой принцип? Если же какой-то институт располагает такой возможностью, что у них есть своя, своя медицинская поликлиника, тогда они наблюдаются в данной поликлинике. Если же институты не располагают такими ресурсами своей поликлиники, то тогда проходятся по месту их регистрации либо прописки. Потому что у нас есть даже, получается, что в высшую учебное заведение поступают люди-приезжие с других регионов и областей, получается. Поэтому им делается временная регистрация по месту их учебы, и они прикрепляются просто к месту поликлиники и проходят их там, получается, медицинские осмотры. Насколько они просто хотят это проходить и будут проходить, это уже на их совести. Понятно. Во второй части мы поговорим о взрослой составляющей, можем поговорить еще, да, что там необходимо. Тем более, напомню, что у нас в студии человек, который занимается физкультурной, еще спортивной медициной, физкультурный диспансер и врач-отоларинголог. Сложное слово, но учимся выговаривать. Но в завершение этой первой части, если мы берем вот эти осмотры, которые проходят, чем болеют-то дети сейчас больше всего, исходя из такого обычного осмотра, осмотра, кроме выявления вот каких-то сверхъестественных таких историй. Ну, чаще всего сейчас получается по специалистам, конечно, это выделяется офтальмолог, перегружается, потому что это гаджеты, это интерактивные доски идут. Надо нам все капать в глаза что-то всем, да? Не в плане, как говорится, капать в глаза, просто когда мы проводим и видим, что идет снижение зрения, потому что все-таки дети переинтопрягаются, мы просим их в этом случае, когда очень большая нагрузка идет на зрение детей, хотя бы не пользоваться телефонами в личных целях, чтобы сократить нагрузку. Ну вот давайте мы сделаем сейчас такой мостик, потому что глаза – это не только дети, но и общество, тем это интересно. И вот там мы еще поговорим и о других осмотрах, которые необходимо проходить не только детям, но и взрослым. У нас в студии Александр Игумов, заведующий врачебно-бискультурным диспансером, врач по спортивной медицине, врач-отоларинголог, и продолжим через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Александр Игумов у нас в студии, врач-отоларинголог, заведующий врачебно-физкультурным диспансером, врач по спортивной медицине. Я обещал поговорить про глаза, потому что действительно глаза сейчас, видимо, природа еще пока не подстроилась под наши современные возможности, гаджетные, назовем их так. Но тем не менее, если не брать серьезные заболевания, которыми страдает, кстати, любой возраст, от ребенка до пожилого человека, но есть по возрасту, если мы возьмем чисто некую профилактику, глаза действительно сегодня испытывают невероятное давление, потому что, если мы сейчас посмотрим, фактически каждый из нас, ну, если посчитать по времени, сколько мы проводим в интернете, в любом версии, да, то, наверное, мы ужаснемся. Просто часами, наверное, там будет. Что делать в таком случае? Как профилактировать? Ну, если вспомнить, наша предыдущая встреча, в которой мы с вами говорили, получается, о физической культуре, и говорили, что проблема гиподинамии, что надо хотя бы немножко физической нагрузки двигаться, также прозрение получается. Есть очень много упражнений для зрения, которые заниматься нужно. То есть нужно просто выделять себе немножко времени для того, чтобы делать гимнастику для глаз. То есть это снимаются очки, соответственно, получается, если человек их носит. Если он, соответственно, их не носит, получается, то надо иногда фокусировать свое зрение. Даль ближе, даль ближе, получается. Там есть со свечкой, допустим, уже тоже люди практикуют. А то что такое? Ну, в темном помещении зажигают свечку, получается, и начинают ее удалять по мере, как говорится, возможности, чтобы, как говорится, глаз адаптировался на свечение свечи, соответственно, в этом плане. Плюс массаж делать, можно по пальцам, как говорится, промассировать, чтобы улучшить кровообращение глаз. Ну, сейчас еще много же этих... Ну, я беру опять же серьезные заболевания, где свои капли. Но вот народ считает, и врачи часто говорят, ваши коллеги, что когда глаза устают, то какие-то капельки с некой слезой, да, хотел сказать слезой, да. То есть, чтобы немножко расслабить их там, да? Есть такой, да, вариант? Есть капельки, получается, которые... Ну, потому что, когда мы смотрим в компьютер либо там телевизор, у нас моргание глаз замедляется в этом случае. А когда мы моргаем, мы как раз и увлажняем наш, как говорится, глаз. И поэтому тогда рекомендуется использовать капельки для того, чтобы увлажнять. Понятно. Чтобы это усухать. Это как бы принцип, когда вот вы чувствуете, что у вас как песок в глаза, получается, скорее всего, глаз начинает, нехватка именно влажности идет. Либо же вы находитесь в сухом помещении, получается, особенно сейчас как раз именно к лету, получается, будет... Прогнозирую, что будет жаркое лето. И, соответственно, получается, помимо того, что мы работаем, будет сухость в помещении в этом случае. Поэтому, да, возможно, это профилактика и какие-то капельки. Но в то же время, чтобы использовать капельки, все-таки рекомендовал бы обратиться к врачу. Капельки, капельки, капельки. Вроде специалисту, а то накапывает не того, чего надо. Одно дело реклама, но другое дело, получается, все-таки специалист, который посмотрит и порекомендует, какие именно лучше для этого человека капельки. Последний вопрос по глазам и переходим к другим еще способам. Кушам, наверное, да? Согласно моей профессии. Ухо-горло-нос, да? А вот. А почему же природа еще пока не подстроилась? Она подстроится, как вы думаете, к этим новым вызовам? Или это такой риторический вопрос? Да, больше... Говорят же, что палец у нас, вернее, у молодых особенно, которые с первого дня уже большой палец, она развивается быстрее даже, чем остальное. Его моторика, скажем там. Ну, возможно, конечно, больше это риторический вопрос. Еще же освещение у нас вот это поменялось, да? Было одно, теперь вот это вот совсем другое. Ну, сейчас очень много проводится, скажем так, исследования в этой области, какое все-таки лучше, какое-то освещение, там, риминесцентное, либо же это светодиодное. Опять-таки, светодиоды кайки, теплый свет, холодный свет, потому что, как бы привыкли, что в домашней обстановке мы используем больше теплый свет, а в рабочей более светлый, свет-света. Поэтому, давайте подождем. Подождем. То, что люди скажут по этому поводу, наши ученые, потому что там уже тоже есть, подразделяются. Мы иногда выбираем лампочки, как бы подешевле, а там пишется сколько-то люминей они выделяются. И поэтому люминесцентное освещение как бы и считается чем больше, тем лучше вроде бы. Понятно. Хорошо. Александр Ильич, вы сами сказали о других органах. Давайте поговорим о других органах, но через, опять же, аспекты профилактических, диспансерных каких-то вопросов. Мы говорили в первой части о молодежи, давайте поговорим о взрослых. Ну, мы часто здесь в этой студии говорили о диспансеризации, которая у нас, в общем-то же, она же не отменяется, она продолжается. Сейчас идет, притом у нас проект идет, соответственно, диспансеризация получается в поликлиниках, которые призывают людей все-таки проходить, чтобы на более ранних стадиях выявлять хронические заболевания у людей, тем самым, как говорится, чтобы их оперативно устранять, чтобы потом в дальнейшем люди как бы пролонгировать их жизнь, удлинять. Хорошо. И эта диспансеризация проходит и летом, в том числе? Ну, врачи работают, поликлиники у нас не закрываются, стационары вообще работают круглосуточно. Ну, я просто имею в виду, вот мы же призываем тоже, мы делаем это уже не первый год, кстати, да, самые разные врачи, самых разных наших медицинских объектов приходят, рассказывают, я сдаю вопросы по поводу, что там надо платить, не надо платить, что смотрят, что не смотрят. Бывают очень такие хорошие, ну, как бы, сказали сегодня акции с точки зрения не денег, а предложения, да, что там могут то и то проверить, но, тем не менее, люди до сих пор, не все знают об этом, означает ли это, что просто они опять же ждут, когда заболит, а сейчас заранее, профилактически, да еще и летом, чего идти-то? Ну, если взять рабочие, как говорится, года, когда мы работаем очень активно, при том, у нас люди же работают по много часов, не всегда бывает 8 часов, плюс еще пробки, соответственно, пока доберется до дома, поэтому не все, к сожалению, у нас товарищи относятся с пониманием к этим моментам, и чаще всего это звучит так, ну, вот когда заболит, тогда я и пойду, пока не болит, зачем мне туда ходить? Ну, да. И поэтому мы получаем иногда там более, как говорится, случаи, которые уже запущены в этом плане. А люди уже более пожилого возраста, которые все-таки у них начинает появляться время, все-таки что-то начинает болеть, начинают посещать врачей, и там начинает уже вытекать, что вы посетили одного врача, вам все-таки рекомендуют пройти еще, врача получать, проверить тот или иной орган, плюс дождать какие-то анализы в этом случае, провериться, и все-таки более внимательно начинают относиться к своему здоровью. Ну, плюс еще время, да, понятно, что есть люди, которые более заняты в связи с работой, с детьми, может быть, с поездками куда-то, есть люди, у которых больше времени. Тем не менее, вот сколько, например, может занять эта диспансеризация, возьмем среднестатистического человека, лет 35, ну, такой возраст, да, вроде как пограничный между, ну, все отлично, все еще, как говорится, работает, должно, по крайней мере. Вот сколько надо потратить времени, чтобы пройти эту самую диспансеризацию? Со стороны нашего руководства, именно Люберецкая областная больница, делается максимально, получается, чтобы было это удобно и комфортно людям проходить диспансеризацию, потому что у нас же есть еще такой компания, что через госуслуги можно записаться к тем или иным врачам, получается, сразу и тем самым подгадать время, чтобы ты попадаешь в один день к большим специалистам, получается, и затем потом уже терапевт, соответственно, делает заключение, нужно ли тебя наблюдать в дальнейшем, либо же ты все-таки здоров и дает тебе, ну, зеленый свет, прекрасный свет, зеленый свет, ответственно, получается. Кроме диспансеризации, есть еще какие-то осмотры? Может, опять же, профессиональные, когда люди устраиваются на работу? Сейчас говорят какие-то уже медицинские книжки, есть они или их уже отменили? Или в зависимости от специальности? Есть, конечно, при этом же устройстве на работу, соответственно, сотрудник должен пройти диспансеризацию. Я вам скажу больше, что даже в нашей организации уже по охране труда внедрили, что мы сотрудника не отпускаем в отпуск, пока он не пройдет медицинский осмотр ежегодный. То есть у вас гарантированно он должен пройти? Да, то есть я даже своих сотрудников специально заставляю просто-напросто там выделяем время, записываемся. Так как у нас диспансер, все-таки мы больше с детьми работаем, не все специалисты у нас имеются, присутствуют с коллегами в поликлиниках договорить, чтобы у меня оперативно все сотрудники прошли как можно больше специалистов в определенный день. Без такого прям отрыва от производства, скажем так. Ну и это касается, наверное, еще педагогического тоже состава, да, потому что, насколько я тоже знаю, для тех, кто работает с детьми, ну, опять же, и повара, да, кухня, так называемая. У поваров есть медицинские книжки, они обязаны ежегодно проходить медицинские книжки. А для педагогов, которые начальные классы, опять же, детские сады? Педагоги также проходят, просто там немножко расширено, если мы говорим, получается, про поваров, которые озвучили, там у них еще дополнительно берут мазки, регулярно, мазки, мы выберутся, чтобы, так как они все-таки работают с пищей, чтобы в пищу не попал никак бактерия, и не заразило уже там наших детей, которые, то в плане того, что касается педагогов, педагоги, так же, как и врачи, ежегодно проходят медицинские осмотры перед отпуском. Просто знакомые учителя у меня, которые также просят мне оказать им помощь в плане прохождения медицинских осмотров. Более оперативно. А система проверок для детей, для взрослых, она приблизительно одинакова, я имею в виду по набору специалистов, или немножко разнится она? Конечно, немножко разнится она, потому что все-таки взрослый человек подразумевает под собой, что у него могут быть больше проблемы. Что касается женщин, тут добавляется, получается, и маммография, соответственно, консультация маммолога в этом случае, чтобы не пропустить, потому что часто сейчас именно возникает у женщин заболевание онкологии молочной, именно железы начинается. Если в более зрелом возрасте, после менопаузы у женщин, то там гинеколог, потому что бывает иногда именно по женским органам, также онкология. Понятно. Понятно. Хорошо. Ну и, собственно говоря, на руки взрослые тоже получают, ну, как мы уже выясняем, там, либо медицинскую книжку, либо какие-то документы. А как сегодня предприятия сами? Ну, например, понятно, что, наверное, все предприятия, которые работают с детьми, там, они со всеми документами знакомы, и там не пройдешь так, вот, просто, как говорится, получится. А вот со взрослыми предприятиями, они заинтересованы вообще в этих диспансерных всяких правилах? Ну, кстати, я сталкивался неоднократно, что многие, получается, предприятия, находясь на территории городского округа Люберцы, заключают договора с Люберцкой областной больницей, для того, чтобы была к ним выездная именно бригада для прохождения медицинских осмотров и прививок даже, получается. Даже так? Да. Это уже вопрос просто к руководителю, насколько он заинтересован, получается, в здоровье своих работников. Ну, вот лето заканчивается, предположим, я иду дальше, вперед. Да, давайте оно все началось, оно только завтра начнется. Да, 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 да. Вот. Но лето начинается, проходит, а после лета, опять же, многие люди возвращаются из отдыха и начинают привозить всякие нехорошие вещи. Дети болеют, да, где-то оторвление или еще что-то, взрослые тоже могут. Получается, после летних отдыха тоже надо будет проходить какой-то осмотр? Вы как-то пессимистично к этому относитесь? Все-таки после отдыха люди должны возвращаться отдохнувшие. Если мы врача приглашаем в программу, мы должны рассчитывать на самые разные варианты. Если будет хорошо, так хорошо. А если все-таки, ну, есть же даже цифры, что немножко, конечно, здоровья. Если касается детей, соответственно, то да, после детских отдыха они идут обратно в школу либо же в садик и приносят справки о состоянии своего здоровья, получается, соответственно, от педиатра, так как мы говорим про детей. Взрослые, к сожалению, у нас них что на работу не приносят, потому что, ну, отдохнули и вернулись, потому что они проходили диспансеризацию, скорее всего, там немножко другая система идет. Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что у нас в студии был заведующий врачебно-физкультурным диспансером, врач по спортивной медицине, обо всем этом мы говорили на нашей прошлой встрече, ищите на сайте. Врач-отоларинголог Александр Игумов, спасибо вам большое, будем рассчитывать на то, что лето будет не только жарким, но и здоровым, а многие все-таки сходят и проведут диспансеризацию себя, своих родных и близких, чтобы быть всегда на чеку в плане своего здоровья. Это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин